Добрый вечер! В прошлом занятии мы коснулись очень важной темы, центральной, понимания сути, что Творец хочет от своего творения, что нам, как людям, соблюдающим, верующим, что нам необходимо понять, усвоить, и вполне возможно, что это сложнее всего понять и усвоить. Как неоднократно говорили, человек сотворен в подобии Творца. Это подобие предполагает, что каждый из нас в потенциале может почувствовать себя Творцом. Я Бог. Выбор, он будет и состоять в том, кто есть действительно Бог в мире. Тот, кто сотворил меня, или все-таки я, закрыв глаза на все, объявлю себя Богом. Так вот, в прошлый раз мы говорили о очень важном определении, что качество смирения, оно обязано быть приобретено в конечном итоге. И для того, чтобы стать тем, кем мы на самом деле должны стать. И определение это очень неперевариваемо для нас, потому что мы не привыкли. И, по-видимому, что-то внутри очень сильно сопротивляется ему. Но определение, которое должно быть дано нам, каждому из нас, это стремление стать рабом. Представляете? Слышится действительно не очень хорошо, в контексте всей нашей ассоциации прошлой жизни. Но кто изучает еврейскую жизнь, то это на самом деле его идеал. То есть не рабом других людей и не какого-то другого человеческого общества или еще чего-то навязанного какими-то очень активными людьми. А рабом того, кто сотворил его. Почему? Потому что вызов, который самый большой есть в нем, испытание, для которого он пришел в этот мир, это как раз и есть смирение воли Бога. Для этого он приходит в этот мир. А для этого нужно качество, качество раба. Кто ощущает себя рабом? Его жизнь, еврейская жизнь, религиозная жизнь, она не сложная. Почему? Если человек действительно ощущает себя, что он раб, а не что хочу, то и делаю, оставь меня в покое, вообще я тут, вокруг меня все вертится. А он раб. Скажите, если он раб, по-настоящему, то ему будет сложно встать утром? Он только ждет, когда мой господин проснется, скажет только одно слово, намек. Если надо сейчас идти спать, значит идти спать. Если надо что-либо делать, далеко ехать, близко ехать, погодное. Раб не спрашивает вопрос, он выполняет. Хотя бы с этой стороны мы уже видим, насколько это ощущение, которое, если она пробудется в нашем сердце, и база ее, это смирение, она помогает всей еврейской жизни. Ну и по сути она является нашим определением. То есть принять волю Всевышнего. То есть столько времени, сколько человек здоровый, зарабатывает, и знает, все хорошо, все спокойно. Это несложно сделать. Как только что-то не то, то ли со здоровьем своим, то ли близких, то ли хотел чего-то добиться и не смог, то ли всякие разные вещи, которые необходимы. Там, там, найти ищи дух, или чтобы дети родились, или зарплата была побольше, или... Много-много-много есть всяких разных мыслей и желаний, и мечтаний, которые, казалось бы, довольно-таки оправданы. А они у нас не осуществляются. Вот тут и проявляются. Раб или ты господин? Если господин, естественно, что хочется бунтовать, не принимаю. А кто раб? То, по-видимому, это воля господина. Вопросов не спрашивайте. Это тема, которая целая была еще глава. Тут врата были целые. Врата упования. Кто помнит, об этом говорили подробно. Это очень-очень важная тема в этой книге, вообще в еврейской жизни. Это врата упования, упования на Всевышнего. В этом и проявляется. Для того, чтобы уповать по-настоящему, как раз и требуется качество смирения. Давайте перейдем к разделу девятому. Тут Рабейну Бахе продолжает анализ темы смирения. И приходит, по-видимому, к выводу, что необходимо разобрать следующий вопрос. Могут ли в сердце человека верой пребывать одновременно гордость и смирение? До этого мы говорили, насколько гордость, высокомерие, порицаемая. Это база всех проблем, которые у нас есть. С другой стороны, смирение. Как здорово, хорошо. Не конфликт на личность. Я говорю даже о простых-простых жизненных ситуациях. Да, я же не говорю о отношениях с Богом. И вот вопрос очень-очень уместный. А могут быть ли это одновременно и гордость, и смирение? Могу быть все время, так сказать, в одно и то же время и человеком гордым, и человеком смиренным? Интересный вопрос. Может ли это быть? Отвечая на этот вопрос, заметим прежде всего, что гордость разделяется на две части. Давайте сделаем анализ. Видите, проанализируем. Если мы говорим о гордости, говорим о смирении, то давайте посмотрим, о чем более конкретно речь идет. Это, кстати, путь анализа любого, все, что мы хотим понять и в чем разобраться. Иногда мы спрашиваем много вопросов и не понимаем, что нет ответа одного общего. Почему? Потому что это нужно разложить на составляющие. Только понимая конкретно, вот как, к чему, что относится, можно и дать ответ более конкретно. А тут... Так и тут. Чтобы дать ответ на этот вопрос, очень непростой. Можно быть одновременно гордость и смирение. Так вот, из чего состоит гордость? Гордость делится на две части. Чем мы гордимся? Одна из них – гордость своим телом, красотой, ростом, силой. Качествами его, то есть физической силой, красотой голоса, в качестве примера. Материальными достижениями, приобретениями. И вторая составляющая – гордость духовными достижениями, мудростью, добрыми делами, совершаемыми и во имя служения Творцу. То есть он делит гордость на две категории, совершенно очевидные. Одна относится к миру физическому, материальному. То есть все, что тут связано с телесными приобретениями, человек может гордиться в этом мире своим телом, своей красотой, ростом, физической силой, красотой голоса. Заработал много, богатый. А есть то, что может касаться совершенно другого – это гордость духовная, духовными достижениями. Вот человек уже там получил степень, считается уже человеком мудрым, сделал уже много добрых дел, прославил себя как человек праведный. Ответ? Ну, на основе этого простого анализа. Сейчас он говорит, хорошо, давай сейчас увидим, что тут реально, что нет. «Всякая гордыня, связанная с вещами материальными, вытесняет смирение сердца, ибо оно, пребывая вместе в одном и том же сердце, они вытесняют из него друг друга». Ох, тут он говорит вещь интересную. «Мы бы думали, что все-таки можно как-то, знаете, чуть-чуть быть смиренным, ну, и чуть-чуть еще остаться высокомерным, гордым». Он говорит, нет, в зависимости от какой гордости речь идет. Если речь идет о гордости вот такой, простой, земной. Есть проблема, оказывается, что они не могут уместиться в одно сердце, или то, или другое. Или человек, он человек смиренный, или он человек гордый, одно из двух. То есть он снова. «Всякая гордыня, связанная с вещами материальными, вытесняет смирение сердца, ибо, пребывая вместе в одном и том же сердце, они вытесняют из него друг друга». «Ведь когда человек гордится чем-либо, относящимся к материальному миру, его приводит к этому ничто иное, как пренебрежение к тому, кто одарил его этим благом, он не знает цены его, не понимает, насколько быстро оно может от него уйти, и полагает, он сам себя одарил этим благом, приобретая его своей силой и мудростью». И вот приводит он несколько цитат из Танаха, например, о сирийском царе Санхириве, о котором Ишьяу говорит, пророк Ишьяу говорит, «Силой моей руки я сделал». То есть он тот, который я добился, я сделал. А его после этого, как известно из описания, из истории, его же сыновья его и убили после этих слов. То есть он все сделал, он добился, все сделал, а его прикончили, его же сыновья. И точно так же Невухаданецер сказал, «Вот он, великий Бевель, который я построил для царского дома силы и могущества моего, во славу великолепия моего». В книге Даниэля. И снова знаем, чем закончил царь Эйнухаданецер. Фараон, ну, кто больше чем он, фараон сказал, «Мне принадлежит мой Нил, я его сам себе сотворил». Он даже не ходил по нужде, чтобы люди думали, ну, он же Бог, а как же Бог ходит по нужде. Поэтому он там очень скрыто это делал, ходил по утрам, когда там никого нет. Он сотворил Нил, источник всего благ в Египте. Ну, и мы знаем, что произошло с ними тотчас, как они это сказали. Царство их было разрушено, и власть их уничтожена. То есть, что он говорит? Он говорит очень важную для нас вещь, которую нужно понять. Человеку, у которого есть высокомерие, есть гордость. Гордость. Гордость, это она, как каждый из нас понимает, она очень неуместна вот этими материальными вещами. То есть, человек, чем он говорит? Значит, телом. Что такое тело? Вот я высокий, здоровый, крепкий. Хорошо, здоровый, крепкий. Но ты же видишь, что около тебя есть люди низенькие такие, худенькие, и совсем не сильные, не крепкие. А как оказалось, что ты вдруг такой? Что это ты, так сказать, заставлял себя расти, значит, и ты вырос, и ты плечи росы? Или другой красивый, а другой некрасивый. Особенно у девушек, у парней, ну, еще как-то, еще туда как-то проходит так-то. А девушки тут, тут деление даже в классе девичьим, да, на всяких разных малька-то-кита, королева красоты, а другая какая-то некрасивая, не будем называть ее, как ее называют по-русски. Чем она гордится? Чем гордится? Кто тебе дал эту красоту? Ну, скажи спасибо, смотри, почему ты такая, а твоя вот рядом сидит, она совершенно другая. Тебя там, тебя все смотрят, на любоваться не могут, а на другую не обращают внимания. Почему? Это твоя заслуга? Это что, в течение, значит, твоего детства или юношества, отрочества, ты, значит, сделал много усилий для того, чтобы стать красивой? В общем, нет. И сила физическая, и красота внешняя, и все, что можно добавить к этому. Это полный подарок, это не твое, удостоился. И человек при этом гордится, еще как гордится. Смотри, у тебя прямые ноги, да, или смотри, вот смотри, Кость, здоровый ты какой, высокий такой, или какой у тебя красивый голос. У тебя красивый голос. Почему? Потому что у твоего папы, скорее всего, или у кого-то дедушке был красивый голос. А, красивый, потому что, посмотри на она маму. Или крепкий, а смотри на папу, предположим, или, не знаю, кого-то в семье. Генетика, скажут люди, которые далеки. А мы скажем, ну, родственная душа спустилась. А почему? Потому что по этой линии идут те, которые более сильные, а тут более красивые. Это все подарок с небес. Чем есть гордиться? Чем есть гордиться? Это же не твое. Милый человек, те, которые еще накопили себе какое-то имущество, багаж, разбогатили. Так они, по крайней мере, могут сказать, я это сделал, да, сказать, это моя заслуга. Это не... Ну, то хотя бы у него хоть есть какая-то, какой-то, о чем опереться, что он тот, который действительно прилагал усилия. Да, и в результате у него большой счет банки. Но этим людям вообще не о чем гордиться. Теперь он больше обращает внимание на тех, которые есть за что зацепиться. Он говорит так. Ведь когда человек гордится чем-либо, относящимся к материальному миру, его приводит к этому ничто и неное, как пренебрежение к тому, кто одарил этим благом. Он не знает цены его, не понимает, насколько быстро она может от него уйти. И полагает, что он сам себя одарил этим благом, приобретаясь его своей силой и мудростью. То есть, если человек, он, ну, достаивается богатство, относится к этому, как идеал, к которому мы рассматриваем, к которому все стремятся. Все хотят стать богатыми. И вот, представляете, один из, знаешь, там, из ста тысяч, разбогател. Ну, что он скажет? Он скажет, ну, видите, это моя мудрость, мое усердие, я тот, который добился. Он неизбежно это скажет. А если действительно он так скажет? Это огромное испытание для людей, которые что-то добиваются. Значит, тем самым что проявляется? Явно смирения в ихнем сердце нету. Явно это проявление гордости в ихнем сердце. Потому что человек гордый, высокомерный считает, что он всего добился. Все мое. А человек смиренный. Наоборот, я ничего не добился, это не я. У меня ничего нет. А у того у меня все есть. Две разные совершенно противоположные взгляды на мир. И все зависит от чего, от ключика внутри сердца, что есть там боль, смирение или гордость, что там находится. То есть, ясно и очевидно, что в одном сердце не может находиться человек, который гордится своими приобретениями и качество под названием смирение. Это не смирение. То есть, если он чувствует, что он добился, это само по себе означает, что смирение в нем отсутствует. И вот это то, что хотел нам доказать Рабейну Бахе, что в одном сердце эти два качества, они не могут сосуществовать, если речь идет о гордости, связанной с материальным миром. То, ну мы сказали, есть еще какая, какая еще дополнительная гордость? Гордость духовными достижениями. Гордость духовными достижениями разделяется на две части. Одна из них предусудительна, а другая похвальна. Видите, показывается, чтобы ответить на этот вопрос, который был в самом джале поставлен. Мы должны были все разделить для того, чтобы добраться, вот в каком месте и находится на самом деле даже похвальная гордость, в отличие от гордости порицаемой, предусудительной. Так вот, когда приходят духовные достижения, то есть что такое духовное достижение? Человек чувствует, что он добился чего-то в духовном своем развитии. И он приобрел знания, чувствует себя более мудрым, или чувствует, что он добился в мире деяний многого, то есть он ведет правильный образ жизни. Это достижения духовные, преодолевает себя во многом. Так вот, они делятся на две части. К предусудительной относится гордость своей собственной мудростью, или гордость праведникам своими делами. Человек, который достиг определенного уровня знаний, он начинает читать себя мудрецом. Так вот, оказывается, что считать себя мудрецом – это вещь очень опасная. Точно так же, как опасно, когда человек, которому действительно удается вести правильный образ жизни, то есть в отношении к самому себе, в отношении к другим людям, постерегает его ближайя опасность. В каком-то этапе это может пробудить в его сердце. Гордость – ай, да я! Вот, видите, какой я! Видите, как преуспел! Видите, как я могу! Как я понимаю! И какая тут очень большая опасность! И почему это тут сказано, что это порицаемо? По той причине, что подобная гордость приводит к тому, что предмет ее вырастает в глаза, в его глазах. И достигнутого, кажется, ему довольна. Он полагает, что ему достаточно того доброго имени и похвал, которых он уже удостоился у людей. Он начинает презирать людей, гнушаться ими, дурно говорить о них. Мудрецы и великие люди поколения теряют везли на него. Он похвалится, подчеркивая, недостатки, недоразумения ближних своих, делая точно нашими мудрецами. Наши мудрецы называют домогаться почестей позоря ближнего. Такой человек несмиренный и нескромный. Смотрите, тут мы входим уже в гораздо более тонкую область. Если до этого мы говорили о людях очень, скажем так, приземленных. Людей, которые, может быть, интересует духовная жизнь в ошибочном понимании. То есть, если они прошли одну какую-то книгу, сходили три раза в кино, или вообще сейчас уже все тоже не релевантно, сейчас все сидят около этого экрана, то они говорят, смотрите, я же не... это духовная жизнь. Посмотрел, посмотреть кино и сходить в театр, это духовная жизнь. Это очень далеко. То есть, это развивает хорошо ваше воображение. Но в той духовной жизни, о которой речь у нас идет, никакого отношения не имеет. То есть, тут гораздо все проще. Ясно и понятно, что если человек, он гордится собой, гордится своими приобретениями, там нету никакого качества смирения. И ясно, что они не могут сосуществовать в его сердце. Но когда речь идет о человеке, который духовно развивается, более того, он достиг определенных духовных успехов. Оказывается, что, как мы учили до этого, помните, у нас была целая врата Ихудда Шем, там была тема дурного побуждения. Таких людей ждет большое испытание, именно их. Как они выглядят? Они выглядят как раба ним, как большие рабины, большие мудрецы Торы. О них речь идет? Не идет речь о кто-то, простой человек, значит, со своими интересами маркантинами. Так вот, он говорит, смотрите, тут есть на две части все это делится. Есть эта часть, которая может произойти, может произойти в жизни этих людей, что вдруг пробудится в их сердце гордость за достигнутая. И тогда что? Почему это плохо? В чем это плохо? Почему это плохо? Кроме того, что это ясно, что это гордость, и эта гордость не позволит сосуществовать с истинным смирением. Он говорит, а потому что человек захочет, ему покажется, что достигнутого довольно, достаточно. Он остановится в своем развитии. Понимаете, до какой степени это, он говорит? Опасность состоит в том, смотрите, тут есть несколько, он перечисляет их всех. На первом месте, он говорит о том, что как только человек почувствует в своем сердце, духовный человек, развивающийся человек, который знающий, который можно назвать даже мудрецом Торы, и вдруг он почувствует в душе, в своем сердце даже каплю гордости, это колоссальная опасность, что он остановится в своем развитии. И это будет первый шаг. Почему? Это нужно почувствовать, что он вроде как уже понял, он приобрел. Представьте себе, человек очень талантливый получил, талант тоже с небес, и с большой легкостью освоил шас. Что такое шас? Все знают, что шесть частей Мишны, в переводе на русский, или, скажем так, включая весь талмуд. Представляете, это колоссальное море информации, невообразимое. И человек освоил его. Я знаю, в свои 20-30 лет, знаток Торы. И не просто так знает, разбирается, понимает хорошо и так далее. Плюс еще проучил много книг вокруг. Есть люди, которые знают... Вадий Асеф знал приблизительно около 20 тысяч книг наизусть. Наизусть. У него была феноменальная память. У него, говорит, он знал приблизительно 20 тысяч книг просто наизусть. Он мог цитировать из них просто в любом месте, в любое время, с любым... Как угодно. И были много мудрецов таких, которые очень-очень люди, талантливые, которые... Как только появляется хоть чуть-чуть, он скажет, ну, я же учил. Я же сто раз проучил. Мне достаточно. И выражение нашего... А учить-то надо 101 раз? О, они 101 раз не будут учить. Почему? Я уже в курсе, я уже разбираю. Видите, понимаете, почему у нас сказано 101? Мне имеется в виду, что надо учиться 101 раз. Вот как цифра 101. Если многие так и понимают, хотя простое понимание в этом оно и есть. Но на самом деле, что хочет нам мудрецы сказать? О том, что неважно, сколько ты учишь. 100 – это, кажется, нам всегда как бы идеал, к которому мы должны стремиться. Как бы наша цель. Вот я вот проучу 100 раз, все, буду знать. Мы говорим, смотри, если ты поставишь цель 100, если ты проучишь Тору 100 раз, все равно ты не будешь считаться знатоком Тору. Почему? И мудрецом Тору. Знатоком – да, мудрецом – нет. Почему? Помните, мы говорили, что такое мудрость? Мудрость – это постоянное желание знать. Это постоянное ощущение, что они достаточно знают. Намекают это мудрецы в том, что они побелевают учиться не 100 раз, а 101 раз. То есть, имея в виду о том, что неважно, проучился 4 раза, значит, надо 5. 20, ну, 21, тогда 50, 51, 100, 101, 200, 200. Никогда не останавливаться. А человек, у которого появляется гордо в сердце в этот момент, он может остановиться и сказать о том, что вот я знаю Талмуд, мне достаточно этого. И тогда что произойдет? И тогда он скажет, а, мне достаточно того доброго имени похвала, которое он уже удостоился у людей. Все уже знают, кто я такой. Все знают о том, что я разбираюсь, и мои знания уже стали достоинством. Все вокруг меня уже ценят. Такой человек останавливается в своем развитии. Это огромная-огромная опасность. Но еще большая опасность, что тот, кто останавливается в своем развитии и пробуждается в его сердце высокомерие, гордость, придет следующий этап. Гораздо более пагубный. Он начинает презирать людей, гнушаться ими, дурно говорить о них. Почему? Потому что он начинает чувствовать, что они не разбираются. Вокруг него одни глупцы. Он слушает, он слушает, он сразу находит то ли недостаток знания, то ли ошибку в процессе логического размышления. И сразу начинает их, как тут сказано, презирать, гнушаться ими, дурно даже говорить о них. То есть одно дело в сердце, а начинается всегда в сердце, пренебрежением человеком, а потом неизбежно это приводит к тому, что он уже не может это удержать, что в сердце начинает говорить напрямую. То есть по делу, не по делу, начинается это злословие, высказывает свое мнение, этот никто, этот ничто. Мудрецы и великие люди поколения теряют вес на него. Более того, что он начинает, начинает. Ну я же тоже разбираюсь. И вот таких вот я сейчас разбираюсь, таких много-много-много людей, которые чувствуют, что они сами понимают, что они сами разбираются. Они тоже в курсе дела, я тоже свою голову имею. Мы видим, что случается, что даже тот, кто стоит во главе поколения, не всегда ценим такими людьми. Они могут сказать, хорошо, ну вот, такой великий раввин так считает. Ну, в принципе, я так не считаю. Или, как всегда, знаете, как делают, говорят, наверняка кто-то считает не как он. Это же евреи, если один считает так, значит, точно кто-то считает по-другому. Ну, все это, так это считает так, кто-то другой по-другому. Надо сказать, это я имею при этом свое мнение. То есть, мудрецы, великие люди поколения теряют вес для него. Они сами понимают. По-русски это называется раскусил. То есть, знаете, так сказать, долго-долго присматривался, а, нет, тогда раскусил, нет, это тот все равно, что-то нашел не то. И тогда что? Начинает бахвалиться, подчеркивая недостатки, недоразумения ближних своих, делая то, что наши мудрецы называют, домогаться почести и позоря ближнего. Такой человек несмиренный и нескромный. То есть, сколько он это не скроет, в конечном итоге, вот этот процесс, который пробудется в его сердце, ощущение своего высокомерия достигнутым, приведет ему к тому, что он остановится в процессе роста, неизмежно это приведет к тому, что он начнет смотреть на других сверху вниз, будет искать в них недостаток, считать их ниже себя, и постепенно это только еще больше усилить его высокомерие и гордость, потому что он отсюда и дальше будет жить, что называется, за счет другого. И хотя мы говорим сейчас о кого-то там наверху, для нас это тоже очень-очень важная, актуальная тема, что гордость, она заставляет человека получать удовольствие от унижения другого. То есть, когда мы выстраиваем свою жизнь за счет того, что кто-то ниже нас, кто-то более опозоренный, он менее почетный, чем я. Это самая большая проблема, которая есть у нас с гордостью. Так вот, возвращаясь к нашей теме, снова скажем о том, что если речь идет о гордости духовными достижениями, мы сказали, что она разделяется на предусудительную и другая похвальная, так вот, есть часть, которая, она действительно предусудительна. В конечном итоге, чтобы добиться мудрости, добиться мудрости, человек должен обладать определенным талантом. Теперь снова, точно так же, как с красотой внешней или силой физической, роста, шириной и так далее, это все не заслуга самого человека. Точно так же и талант, который мы получаем, это тоже не заслуга самого человека. Снова вернемся в наш первый класс, в пятый класс, в седьмой класс, когда мы помним себя, посмотрите вокруг себя. Были дети более талантливые, были дети менее талантливые. Всегда там были какие-то пятерочники, какие-то двоечники, троечники. Все время были кто-то такие по-разному. Причем были такие, которые ничего не учились и все знали, получали одни пятерки. А были, которые там сидели, 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 как не сидели, все равно там с трудом на четверку вытаскивали все. Очевидно, что это речь идет о таланте. более того всегда хвастались тем что я не учил и я знаю это было как бы а я как бы ах круто видите какое-то сказать другое даже стеснялись этого сказать что открыл книгу там и про что делали это было как позор а вот такое вот вот я ничего не учил и вот смотрите как сдал на все а вот это я вот вот вам пример как можно гордиться тем что заслуг этому нету это не нас нет мы не можем гордиться подобным вещами потому что это подарок с небес скажите подарок от родителей снова китогены хорошие которые удостоились а другой нет иногда в семье бывает знают брат и сестра если на этом брат удостоился стране или наоборот один умный а другой не совсем один проворон другой не совсем каждый удостаивается свое том что ему дают подарок сверху не чем чем гордиться то есть это из тех вещей которые человек не может гордиться потому что это не его совершенно не другое дело значит можно сказать а я смотрите насколько я у меня есть проблема с учебой вообще ничего не понимаю я сидел 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 долго сидел видите результат поумнел у меня у него по крайней мере есть какая-то база но большинство людей это не так большинство людей мы видим если кто-то преуспевает он как правило то достигает за счет того что он получил этот талант свыше ну один из то что он приобрел тем кто получил свыше этот талант и который видите он вырос но он из одной вырос в своих глазах и как результат это порождает тот факт что он прекращает учебу уже удовлетворяется тем что есть потом начинает презирать других считает их не совсем людьми разумными и выстраивать свою жизнь еще других людей и то есть он позорит других добогается почести позоря ближнего так вот вывод такой человек не смиренный и не скромный от этого надо надо знать это огромное испытание испытания всем и тем кто считается даже себя как бы мудрецом тоже то есть человеком который знатоком тора назовем его точнее да знаток тора является ли он мудрец это уже как мы сказали это уже гораздо более сложное определение теперь к похвальной гордости относится следующее мудрец гордиться своей мудростью а праведник добрыми делами испытывая благодарность творцу за его великую за его великую доброту выразившиеся в даровании этой мудрости или возможности совершать добрые дела и радость от обладания этими дарами фью вроде бы все то же самое а ну снова казалось бы те же самые слова но только мотив совершенно другой снова мы говорим о гордости когда испытывает гордость похвальная гордость что за похвальная гордость относится к ней следующее мудрец гордиться своей мудростью прям как раньше было праведник добрыми делами только в чем разница они не видят эта причина в том что я добился я заслуга это благодарность творцу за его великое за его великую доброту выразившуюся в даровании этой мудрости или возможности совершая добрые дела и радость от обладания этими дарами кто дал нам вот эти хорошие качества качество стремления к знаниям кто дал этом интуитивно мы же это это никто не пробудил себе а мы видим о том что уже видеть одни дети вообще не любят читать а другой сидит и читай один вообще вообще понятие вдуматься не относится к нему а другой все время что спрашивает что-то вдумывается что-то ищет подарок с небе мы видим что у него качество душевные такие умеренные хорошие он он уже свои там чуть ли не пять семь восемь лет такой маленький праведник цады мамаш цады а есть которые ну сорви голова назовем их чтобы не сказать как-то воля резкой форме такие ну чуть ли не злодеи значит что мы видим видим что это и другое это дарование свыше чему тут гордиться поэтому у кого есть чуть-чуть разума в голове он понимает что он удостоился таланта удостоился хороших качеств человеческих для того чтобы добиться гораздо большего кто получил талант чтоб сидел и учил торы гораздо больше потому что должны в мире быть люди которые должны быть великими в поколении которые должна всю тору тара должна как-то сохраниться сохранить ее может только человек который сумеет понять приобрести всю тору а это колоссальный интеллектуальный вызов который от силы только действительно людям который имеет базу интеллектуально с небес талант только они использовали и такие люди до конца до конца все знаем что гонны вильна виленский гаон он уже возрасте четырех-пяти лет знал весь талмуд у него была феноменальная память и он сдал весь талмуд он уже не буду говорить дальше что он сказать уже 18 лет он закончил все свои изыскания в этой области в области открытой торы прекратил ли он изучать тору у него было понятие сто раз они сто один он продолжал это изучение всю жизнь постоянно пытав понятца еще раз еще раз великие в поколении точно также точно также рабе с роль миссалан все его знают как основатель движения мусар так он вошел в историю он был человеком гениальный он знал всю тору ему уже когда ему было бармитцева он уже знал не только весь талмуд он узнал и рамбома знала и знала всех паски всех решет гениальный человеком просто гениально что он говорил о себе он на себе сказал будет какая разница что у меня есть мозги на тысячи человек других он не стеснялся сказать и признать и объявить о том что у него талант как у соберите его тысячи людей вместе взятых будет какая разница что это у меня есть ведь с меня то спросят грядущем мире как с тысячи людей понимаете какая разница нет никакой разницы люди думают о том что вам вот это талант его вот ему хорошо а это смотрите вообще нет кто тебе это дал согласно этого с тебя и спросит человеку дали скажи так ограниченные мозги не совсем понимает нас тебя же не спросят больше этого спросит точно вот только чуть-чуть старался больше чем ты мог понять да или нет это то что это твое с это спросит вот тех людей которые обладали талант который был там талант они гораздо больше опасности почему потому что от не буду требовать гораздо большего вы использовали до конца весь потенциал который вам дали гораздо более опасны так вот есть люди которые 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 понимают это поэтому если они ощущают эту гордость она это называется гордость за достижение свое она конструктивная она та которая строит их не личность почему она их движет дальше они понимают о том что это не они заслуга этого не они это приобрели вовсе нет а все это подарок с небес и даже ту часть которые 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 они приобрели своими силами значит они понимают откуда у меня усидчивость мы же видим тоже не у всех есть эта усидчивость не у всех есть это умение сидеть и учиться и головой об стенку точнее об книжной полку а книжный ряд книг пока 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 не поймешь еще раз еще раз еще это что же откуда-то должно идти сама по себе значит и это подарок значит у меня практически моего ничего нету поэтому все мои заслуга я буду чувствовать что я что я добился чего-то да но я это все это благодарность творцу за его великую доброту дарование этой мудрости помни дал эта мудрость он дал вас мне возможно совершать добрые дела и радость от обладание этими дарами это большое дело это большое дело теперь продолжает арбейн баха и говорит такая гордость побуждать человека постараться приумножить свою мудрость и добрые дела вести себя скромной смиренно с близкими ему радоваться своими друзьями щадить их честь не выставляет на показы их неразумения говорить о них похвально и любите их искать им оправдание быть осторожным во всем что может задеть их честь с точностью наоборот все наоборот бай смотрите какая он будет сокрушаться о том что слабость его не позволяет ему делать их столько сколько хотелось бы что будет готов унизиться перед тем с чей помощью надеется сделать больше он благодарит бога и даровавшие ему силы и способности и воскаляет его за то что он мог ему что он помог ему достичь духовных высот такая гордость не противоречит смирению и не вытесняет ее то что он сейчас сказал вот видите давайте уже видите вот тот ответ который мы искали конечном итоге постепенно этот ответ проясняется может ли в сердце человека находиться и гордость и высокомерие так он говорит так если это касается этого мира то никакого сосуществования нет если есть гордость она полностью вытесняет смирение если касается достижений духовных то тут зависимости от того и что там у человека в там сердце где где этот его выбор в какую сторону и делай если он это дело выбор того что он этого добился всего этого то и результат соответствующий только увеличивать его гордость это полностью вытесняет смирение снова смирение не может там сжиться с гордостью вот оказывается есть до случай до возможность когда у людей которые которые добиваются в духовном развитии многого и ощущают и понимают реально понимают на уровне находится у них оказывается последствия этого совершенно другие и тогда что сейчас мы их разберем и тогда и как тут сказано гордость не противоречит смирению и не вытесняет его и вот в одном сердце может находиться смирение человека и гордость но определенного типа вот только который определяется тут что это за гордость это гордость тем что ребеночного ты мне помог действительно ты мне помог когда мы понимаем о том что это все что мы приобретаем мы приобретаем только с помощью бога это то что полностью меняет ощущение внутреннего человека и тогда что когда он с этим ощущением он ходит он не никогда не останавливается своей учебе никогда начинает смотреть на других сверху вниз никогда начинает пренебрегать и мнение а что он все наоборот видите давайте пройдемся эту списку это список очень важный такая гордость пробуждает человека постараться приумножить свою мудрость и добрые дела все наоборот ведь у той при приостановиться достаточно понял разобрался я уже стал мудр а тут наоборот никогда не хватает он понимает о том что если мне это дали с меня больше спросятся это не мое начало надо искать еще 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 на знаю просто мудрость у нее нет на ни один мудрый человек не сказал что он постиг мудрость потому что только необходимо быть мудрым для того чтобы понять что невозможно постичь мудрость в его полноте то прероговаться самого бога того кто эту мудрость сотворил а человек столько время сколько он живет каждый раз он понимает что каждый раз раскрывается все новое новое понимание есть простое понимание а за ним всегда есть скрыты есть шат и суд все слышали есть естественно начинаем это понимать по представлением каббала тура речь идет о том что любой вещи даже на простом уровне человек понимает что-либо если он это понял по-настоящему да это прекращает быть для него секретом это не больше это не скрыто почему он понял разобрался но как только он это понял разобрался тут же есть под ними еще следующий слой который это сказать а секундочку тут еще что-то затем кроется любое познание она как бы раскрывает раскрывая она раскрывает и следующий слой который всегда скрыт от него который всегда будет являться для него сот тайна которая снова надо будет его понять и разобраться мудрость она безгранична то есть ее постижение требует постоянных склада и усилий поэтому человек который имеет эту положительную гордость он будет все время стремиться развить еще приумножить свою мудрость и точно так и в отношении к добрым дела не ограничиться одним хорошим делом помог этому сделал это пошел туда а он постоянно ищет еще 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 иди знай может быть он может гораздо больше их таких примеров у нас много много примеров наших и мудрецов тары которые постоянно искали умножение мудрости которые искали постоянно милосердие поэтому на сказано есть понятие хэсэль вы есть понятие ават хэсэль есть понятие милосердие есть любви милосердие что такое любви милосердие есть разница человеку выпало так случай что нужно помочь кому-то показать ему милосердие то человек милосердие поможет на это не является человеком который любит милосердие кто-то как-то любите а пример авраам авин тот который ищет это сам не ждет пока это пошлет ему сверху в его руки а тот который сам ищет где можно мы послали бы помочь этому 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 теперь надо осторожно это не наша тема да когда мы хотим помочь другим людям и результат почему-то такой что все плачут надо быть очень осторожны с милосердием это вещь очень тонкая надо знать много тонкости мне но факт тому что 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 человек вот такой который мы его описываем он будет искать еще и еще добрых дел кроме этого что будет он будет вести себя скромно и смиренно с близкими ему радоваться своим друзьям он не будет выставлять себя он не будет считать себя я знаю почему это не он же заслужил это поэтому не будет себя с носом под поднятым возвышаться над другими и гордиться вовсе не он был человек скромный и смиренный и так мы видим пример всех наших мудрецов и праведников которые не видели вообще что они чем-либо отличаются чтобы либо не вели себя как самые простые люди не считали себя даже раб они некоторые которые тоже рассказал рабочий файнштейн например велик величайший мудрец был глава поколения он жил в америке сам из россии говорил по-русски а интересная история вот пример вот например да о том что одна когда ему уже был глубокий уже известно из самых глава поколения к нему невозможно было попасть и какая-то женщина ему звонит по телефону и помощник что вы хотите он говорит я хочу чтобы поговорить с рабочей что хотим говорить пока он из него вы выудил оказывается что 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 она получила письмо от своего родственника из россии и она хотела чтоб он перевел он знает русский язык он чуть не онемел от этого каким это чем ты хочешь его отвлечь у него у него у него нету секунды времени свободного а когда ромашу снова горит я ничего не понимаю сказать я и уже за последние 60 лет я перевожу эти письма она известно что я переведу когда он жил однажды по улице и там остановилась а машина и иначе ты водитель позвал своего сына крикнул своего сына мой же мой же так и мы же фаншты он особо меня звали ему в голову не пришло что ему к нему надо обращаться с там там раввин или там искать рэбай как там говорят это сказать ему еще его знали мой же так позвали помощь эту карту это не не я тут это было ощущение людей которые испытывали эту положительную гордость наоборот который приводил их только к смирению скромности и они никогда не будут делать ничего такого чтобы и могло задеть другу честь другого человека будут осторожны во всем искать всем оправдание видите целый список каждый из них это отдельная тема каждый из них это отдельная тема ведь это все что строит совершенно другое качество жизни без вечных претензий без критики без выяснения отношений без подсказок ну конечно совершенно все по-другому все его добрые дела покажется ему не столь уже значимыми и он постоянно будет трудиться на тем чтобы приумножать их видите он будет сокрушаться том что слабость его не позволяет ему делать их столько сколько хотелось бы ну это примеры всех как один мудрецов то все постоянно-постоянно они за раб штейнерман деклата викли враха кто кто был у него в доме это это мы же не говорим о тех кто бы они перед нашими глазами это все все мы всех видели на те кто бы у него в доме видели как он жил видел как он выглядел был так сказать половину вот такой я победе очень высокий широкий да он бы половину или третий или четверть даже такой не низкий такой худенький с трудом жил практически ничего не ел его кормили слой ел суп какой-то такой это все что он ел за целый день у него не было уже сил ему было за 100 лет случай который я перед ним глазами который как раз был в очереди когда пришел кто-то его пригласить вас ждут на какой-то хейдер значит чтобы там и он как бы был торжественный представитель событий это для детей и так далее помощник сразу ему сказал иди спасибо очень хорошо мы принимаем все это а а что ему свои годы он уже не мог двигаться он закрыл глаза и сказала если у меня есть возможность повлиять на них я что не поеду ну даже губы значит надо еще что-то сделать жизнь надо еще что мне дали еще жизнь ему тогда уже было 105 лет или 106 если у меня еще чуть-чуть дали же значит еще должен успеть если с атакой для детей где-то в хейдер и вождоде значит я поеду несмотря на то что у меня сил нет будет готов унизиться перед тем с чьей помощью надеется сделать больше да будет искать у кого можно учиться или кто-то знает больше или живет более праведной жизни будет у него стараться учиться и что он благодарит бога даровавшему силы и способности и восхваляет его за то что он помог ему достичь духовной высоты это человек который постоянно растет то не как как да мы видим что есть духовное развитие и духовная жизнь у людей далеких которые далеких от всего до знака там профессор физики или на это или или большой какой-то профессор по медицине они люди которые снять жизнь проводят в мире духовного развития определенного даты узнают это познают это не живут интересная вещь а что происходит когда они выходят на на пенсию то происходит на пенсию один знакомый мой и он глава отделения больницы это целого большой человек профессор да просто то и он уже возраст уже подходил сказал скажи что ты будешь делать когда ты выйдешь на 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 пенсию он задумался точно тоже задумался то есть он до этого задумывался уже думал об этом знаете что мне ответил я чуть вряд ли об одном месте буду готовить еду кулинария в принципе он всегда по виду мечтал я умею хорошо готовить то есть он выйдет сейчас все его духовное развитие но само по себе было кабана но вот до пенсии после пенсии наконец-то можно это сбросить и теперь можно уже заняться что по-настоящему мне хочется покушать вкусно вот я умею на меня будет много времени никуда не буду спешить буду варить так далее или другой пример человека тоже казалось бы физик дошел до пенсии горит то достаточно сколько можно уже все можно опубликовать и публиковал сказать у меня был хорошим заработал и вот посвящая свою жизнь путешествиям я не был тут-то там был но в общем но не видел достаточно и вот буду ездить туда-сюда и действительно ездил чуть ли не каждый месяц два месяца куда-то выезжал все останавливается а в отличие от этого мудрецы и праведники они не могут остановиться наоборот это их не гордость это та самая сила которая двигает и чтобы хотеть еще 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 ведь вы можете спросить секундочку они достаточно скромности смирение смирение это сиди не делай это пассив это более пассивная форма но оказывается в ней должна выйти активная форма какая необходимая положительная гордости да но это гордость хорошая как было по-видимому у кого больше чем у царя мошей мошей рубейну наши наши учитель мошей о нем тора говорит сам бог свидетельствует что он был самым смиренный человека в мире он был царем как он мог быть смиренным он же царь как это сопоставляет один с другим так вот оказывается еще как видите можно и то и другое в нем была та самая смиренность которая необходимо чтобы через него и прошла вся тора полная смиренность перед перед своим творцом и та самая гордость понимание того что он добился которая двигает толкает им постоянно развиваться еще 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 то есть это положительная активность сила совершенно необходимая в каждом из нас чтобы у нас была гордость за то что мы евреи за то что у нас есть тора за то что мы добились за то что положительно у нас есть и это даже качество должно снова только только и привести к тому чтобы продолжить учебу еще дальше чтобы не возвращаться возвышаться на других а наоборот и как тут сказано приумножать свои приумножать свою мудрость и добрые дела радоваться своим друзьям щадить их честь не выставлять на показ их неразумения говорить о них похвальное любить их искать им оправдания быть осторожным во всем что может это все что человек должен приобрести в своей жизни то давайте тут остановимся всего доброго привет из русалима